Что ты делаешь? 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 Теперь там никого нет Что ты делаешь? 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 Говорят? Что ты делаешь? 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 Думаю, что ты делаешь? 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 я прямо за тобой? что ты делаешь? 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Умри! Добавил DimaTorzok 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 Я тебя прикрою. Види. Ты умеешь добиваться своей... Если хочешь чего... Только лучшее оружие и броня. Если что понадобится... Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести? Я тебя прикрою. Я тебя прикрою. Я тебя прикрою. Я тебя прикрою. До встречи. Не доводилось встречаться с моим отцом. Он работает управителем в драконьем предельном. Я помогаю отцу куда больше. Продолжение следует... Дуб, погляди. Ладно. Знаешь, в чем сейчас проблема с Хайком? Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что и... Все, погляди. Заходи еще. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе? Если какая помощь нужна, вытуши к ней. Что тебе нужно, друг? Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... Добавил DimaTorzok Это меня не интересует, Джан. Я сейчас немного занята. Мне многое нужно подготовиться. Недавно в городе. Если нужно где-то переночевать, иди в смеющуюся улицу. У нас хорошая, наверное. Ярл Элисев прекрасный. Бедняжка. Как это ужасно, потерять и мужа, и короля. Это был черный день для всех нас. А, чтоб тебя. Совсем забыл. Мне нужно кое-что передать ее управителю, фолку-огнебородок. Он заказал особую бутылку с тросом кайского рома. Избавишь меня от хлопот. Вот. Отнеси это в Синий дворец. Работаю тут. А она мне принадлежит. Ладно, ладно. Смеющаяся крыса принадлежит отцу. Но это ведь семейное дело, так что она станет моей, когда он помрет. Да, сходил поглядеть. Не знаю, заслужил ли он казнь или же нет, но вот что я тебе скажу. С хорошим парнем такого бы не случилось. Слушай, мы с Рогвером вместе выросли. Мы, еще пара ребят и Вивьен. Вивьен Анис. Однажды, сам не зная зачем, я сказал Рогверу, что она мне нравится. Зря я это сделал. Он надо мной потом издевался. Каждый раз, когда мы с Вивьен оказывались рядом, он меня унижал. Бил меня, выливал на голову мед, делал все, что только приходило ему в голову. Однажды даже засунул пчелины улей в мою постель. Конечно, тогда мы были детьми. Но с тех пор Рогвер так и не повзрослел и добрее не стал. Так что любые разговоры о его благородстве чушь собачья. Я тебя по отсуду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. В Донстаре открывается новый музей. Владелец просил меня раздавать приглашение всем путешественникам. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Интересует. Ты в Солитьюде проездом? А ты не против немного заработать, нет? Найти вещи на продажу проще простого. Есть вещи, которых никто не хватится. Давно забытые под землей. Или просто разбросанные по чему-нибудь дому. Спорим, что мы с тобой очень похожи. Почему бы нам не пойти дальше? Мы могли бы помочь друг другу. Я и моя сестра Диджа охотимся за сокровищами. Мы любим собирать разные вещи. А, я знал, что ты поймешь меня. Из-за войны в порту сейчас настоящее оживление. Сюда приходят корабли с оружием и деньгами. Но экипаж на них обычно небольшой. А эти корабли проходят через опасные воды. Есть один корабль, который нас особенно интересует. Огонь погаснет, бегущий по льду. Он войдет в гавань, ориентируясь на маяк Солитьюда. Но если огонь погаснет, бегущий по льду обязательно сядет на мель. Какая интересная мысль. Думаю, если бы кто-то провернул такое дельце, ему причиталась бы немалая часть добычи. Да, если кто-нибудь погасит огонь на маяке и затем встретится со мной в доках, я с радостью укажу ему, куда направляться за добычей. Не волнуйся о них. Мы сделаем так, что их немедленно спасут. Возможно, они даже заплатят нам за чудесное спасение. Сообщить обо мне страже? За что? Разве произошло какое-то преступление? Я просто веду светскую беседу об ужасной трагедии, которая могла бы произойти. Ужасной и очень-очень прибыльной трагедии. Пока ты не выполни... В свое задание нам лучше говорить как можно меньше. Я видела тебя на казни Рогвера. Большинство идет в смеющуюся крысу. Если же тебе неинтересна музыка и ты не хочешь выпивать, то, по крайней мере, ты можешь поболтать с Корпуном. Он знает все свежие сплетни. Грустно, но казнь была необходима. Моя кузина Фира сейчас где-то в Скайриме сражается с Ульфриком Бревестником и его проклятыми мятежниками. Ей бы не пришлось воевать, если бы не Рогвер. Будь у нас мир, моя тетушка не волновалась бы за свою дочь. Ты действительно не знаешь? Он позволил Ульфрику Бревестнику бежать и исцелить Юда. Ульфрик приехал сюда, убил Верховного Короля, а Рогвер позволил ему уйти. Новые люди, новые города, да? Бывают. Прошу простить. Бежая рыба! Нет, извини. Ничего. Декан Инга говорит, что Барду всегда не хватает практики. Хочешь послушать музыку? Декан Инга говорит, что Барду всегда не хватает практики. Какие прекрасные времена наступили. Поверь, они запомнятся надолго, если люди... Что ж, я именно тот, кто сможет себя научить. Помните, что для Барда важна не только... Самый младший Бард коллегии к твоим услугам. А, свозвращенный... Песень нашлась. Должен признать, я не верил, что она действительно там окажется. Ну-ка, ну-ка. О, нет, нет, это никуда не годится. Копия неполная, и годы были к ней суровы. Некоторые части просто невозможно разобрать. А то, что еще можно прочитать... Ну, скажем так... Бардовское искусство проделало большой путь с тех древних времен. Это значит, что я не могу прочесть песнь при дворе. А без нее мне никогда не убедить Элисив в важности праздника сожжения короля Олафа. Если ее не убедить в важности праздника, то она не отменит запрет на сожжение чучела. Это значит, что сожжение короля Олафа, которое коллегия Бардов проводила с незапамятных времен, не состоится. Так пишем? Как-то это неправильно. Полагаю, я могу скопировать авторский стиль на основе того, что тебе удалось найти. Но я понятия не имею, о чем шла речь в утраченных фрагментах. О, Олаф, поработитель, предатель без глаза! Несущий смерть демон, драконоборец король, легенда о тебе лишь ложь, страх и обман. Вероломный захват Нуменекса, обман, что пребудет в веках. Король Олаф, это же Олаф Одноглазый. Он известен тем, что поймал дракона Нуменекса и заточил его в драконем пределе. Что бы нам сказать про то, как это было на самом деле? Крайне маловероятно. Но двору очень понравится. Вписываю. Олаф захватил власть угрозой и лестью. Поставил Фолкрит Винтерхолд остальных на колени. И лишь Солитьют остался верен Скайриму. Месть же Олафа была вдохновенна, молниеносна, чудовищна. Странно. Из истории нам известно, что Солитьют напал на Винтерхолд, а не наоборот. Однако Эсгейр, похоже, утверждает, что Олаф как-то приложил к этому руку. Что бы нам сказать? Про то, что было на самом деле. Нет, это уже слишком. Очень увлекательно, но крайне маловероятно. Я не могу это вписать. Ха! А они все перепутали. Ха-ха-ха! Да, я это вписываю. Хорошая строчка, чтобы рассмешить аудиторию при дворе. Ха-ха-ха-ха! Здесь несколько последних строк, но именно их нам и нужно было добавить. Я немедленно отправлюсь ко двору и представлю песнь Ярлу. Тебе тоже стоит присутствовать. Надеюсь, при дворе эта песнь понравится. По-моему, мы отлично восстановили ее. Надеюсь, при дворе эта песня понравится. По-моему, мы отлично восстановили ее. По-моему, мы отлично восстановили ее. Уважай закон, и у тебя не будет проблем в Драконьем Мосте. Прошу, со всеми вопросами обращайся к управителю. У тебя дело при дворе? Прекрасно. Рома, спасибо. Я к нему пристрастился после путешествия в Хаммерфелм. Вот, это тебе. Конечно. Это что за вопрос? Тебе это, наверное, наплел Эрику. Среди танов поползли нехорошие разговоры, и я подозреваю, что это его рук дело. Не верь слухам, если хочешь оставаться желанным гостем в городе. Да, Элиссев, конечно, молода, но она ярл по праву. А здесь, в Скайриме, мы чтим традиции и заветы наших предков. Запомни это. Поживем, увидим, титул Верховной Королевы Скайрима по праву принадлежит ей. Но нам нужна поддержка других ярлов, чтобы такая претензия имела смысл. Если бы мне от тебя было что-то нужно, я бы сказала, что у меня нет времени и терпения на учеников. Возможно, тебя примут в коллегию в Винтерхолде. Я поделюсь с тобой знанием, но только от тебя зависит, как ты распорядишься им. К сожалению, да. Весь двор собрался. Я многое повидала, но это был жестокий день. Потому что Ульфрику был нужен символ, жертва, которая бы представляла империю, конкордат белого золота, запрет на служение Талосу. Отец Торуга, Истлад, своей волей удерживал Скайрим от распада почти 25 лет. Когда он умер, символом единения стал Торуг. Нет, после смерти Истлада Совет Танов избрал Торуга верховным королем Скайрима. Ульфрик тоже был там. Произносил крамольные речи о независимости Скайрима. Если бы он только знал, как Торуг его за это уважал. Если бы тогда Ульфрик прямо попросил короля объявить независимость, Торуг не смог бы ему отказать. Потому что Доминион — это спящий зверь, с которым Скайриму не справятся в одиночку. Потому что многие Норды и сейчас служат в имперской армии. Потому что ресурсы и пища, которые мы получаем из Империи, необходимы нашему народу. Потому что Талос, которого мы чтим, несмотря на запрет, когда-то был человеком по имени Тайбер Септим, и Империю создал именно он. И Торуг не мог допустить разделения Империи. Я была при дворе со времен правления отца Торуга. На эту должность меня назначил Торуг. Очень. Можно сказать, что я вырастила его. О, как я гордилась Торугом, когда он получил трон. Он был хорошим королем. Очень хорошим. Ничего. Я занята. И я не люблю, когда меня отвлекают, если мне от тебя ничего не нужно. Ой, не смотри на меня так. Ладно. Думаю, найдется у меня для тебя черная работа. Может, хоть приставать не будешь. Хм. У нас тут проблемы с вампирами. Начали находить обескровленные тела. Я знаю неподалеку их логово. Хорошо бы его зачистить. Не думаю, что даже такая задача тебе по силам. Во. Иры хитрые охотники. Наверняка хитрее тебе. По всем вопросам обращайся к фолку Огнебороду, моему управителю. Хм. Этот вопрос мне слишком хорошо знаком. Один из моих танов часто его задает. Они боятся, что Тулей слишком озабочен войной, и что он забывает о благе нашего народа. Величайшая ирония заключается в том, что хотя генерал Тулей отнюдь Нью-Норд, народ Скайрима без него погибнет. Доверять всегда сложно, особенно для моего народа. Но мы должны положиться на Туле. Что нам еще остается? Пока нет. Хотя мой муж Тору был Верховным Королем, а я его вдова. Сейчас не время претендовать на титул. Эту землю раздирает война. А люди страдают. Братья Бури чума для Скайрима. И как и чуму, их нужно изначтожить. Только тогда я стану законной Верховной Королемой. Потому что именно так поступают трусливые предатели, когда жаждут власти. Ульфрик хотел занять трон Верховного Короля. Думал, что заслуживает его больше, чем Торук. Он пришел к моему мужу и закричал. Это был жуткий крик. Так кричат твари из древних преданий и порождение ночных кошмаров. И, встретившись с яростью, которую высвободил Ульфрик, мой муж просто не смог умереть. Мне больно говорить об этом. Закончил весело. Удачи. Помолись за советью. Надеюсь, при дворе эта песня понравится. Думаю, мой голос в нужном состоянии. Надеюсь, мы все сделали хорошо. Сибила Стендер прекрасно разбирается в теории магии. Никогда бы не подумал, что человек на такое способен. Пусть даже и бритовец. Можешь идти. А, Виармо. Полагаю, ты хочешь похлопотать о праздновании сожжения короля Олафа? Вы правы, Ярмо. Я хочу представить всем песень о короле Олафе из Эдды. Только сегодня ее обнаружили в гробнице Барна. Да, ты говорил, что сможешь уйдеть нас в целесообразности проведения празднования. Но я не ожидал, что придется удачная песня короля Олафа. Продолжай. О, Олаф, поработитель, предатель без глаза. Несущий смерть демон, драконоборец король. Это тебе лишь ложь, страх и обман. Вероломный захват Нуминекса — обман, что пребудет в веках. Здесь не слышали криков и звона мечей. Не сражались вовек человек и дракон. Нуминекс — это Олаф в обличье другом. В небе кружит ночами безлунными он. Олаф захватил власть угрозой и лестью. Поставил Фолкрит Винтерхолд остальных на колени. И лишь Солитьют остался верен Скайриму. Месть же Олафа была вдохновенна, молниеносна, чудовищна. Олаф отдал приказ маскировку надеть, Чтобы подло напасть на ночной Солитьют. Не на тех люди Олафа ринулись в бой. В Винтерхолде своих же товарищей бьют. Олаф — лжец изворотлив, умен и хитер. Но ему в Солитьюде готовят костер. Собираются барды на пир каждый год. Короля-проходимца сожжение ждет. Ты убедил меня, Виарло. Это действительно праздник для Солитьюта и честного непобита над уже королем. Благодарю тебя, Ярл. От своего имени и от имени коллегии. Более того, я думаю, что эта прекрасная песнь — Достойный повод для пожертвования. Коллегия получит щедрый взнос. Еще раз спасибо. Я позабочусь о том, чтобы поощрили нашего соискателя, который сыграл свою роль в обнаружении песни. И вероятно, твоя услуга неоценима. Моей благодарности нет предела. Осталось совсем чуть-чуть. Процедура принятия в коллегию должна проводиться по всем правилам. И мы устроим ее прямо во время праздника. Поговори с Йорном. Он делал чучело короля Олафа. Скажи ему, чтобы возобновил работу. Праздник все-таки состоится. По всем вопросам, обращайся к клубу огнебородного. Закончил обе с поставок из Чернотопия? Да, господин, все готово. Доэндрическое оружие для их армии, господин. Нам нужно вскоре устроить праздник. Мариуллин одержима мыслями о чести и соблюдении традиций. Это достойно уважения, но политически неверно. Я Тан. На будущее, прежде чем заговаривать с незнакомым человеком, постарайся узнать, кто он. Чтобы не случилась конфуза. О, разумеется. По крайней мере, когда просит сама Элисив. Если ты намекаешь на ее возраст и неопытность, позволь, я скажу так. Таны не сомневаются в способностях генерала Тулия. Мне нужно вернуться ко двору. Они без меня и шагу ступить не могут. Добро пожаловать в центр мира. Ну или, по крайней мере, мира моего брата Эрикура. Да, мой старший брат и человек, с которым тебе стоит немедленно поговорить. Но после смерти Дорога двором Ярла управляет фолк Огнебород. Мой брат просто нарядная фикция. Хочешь приятного общества, загляни к Бардам. Они умеют делать хорошую мину при плохой игре. Если ты ищешь правды, поговори с Ностером. Он прекрасный пример того, чего можно добиться в жизни. А если хочешь расслабиться, купи вина со специями у Иветты. В общем, займись чем-нибудь, только оставь меня в покое. Позже еще поговорим, если нужно. Нам нужно вскоре устроить праздник. Добрый вечер, я Панте Атель, я мастер-вокалист. Я декан Люд не в коллегии Бардов, и частных уроков я не даю. Ты тут недавно, да? Добро пожаловать. Моя должность декан истории касается широкого спектра предметов. Я учу стихосложению, каллиграфии, истории... Самый младший Бард предколлегии... А вот и будущий Бард. Тебя послал в Ярму? Здорово. Похоже, ты скоро вольешься в наши ряды. Сожжение короля Олафа будет происходить у здания коллегии. Соберемся там. Поздравляю с тем, что тебе удалось вернуть нам праздник. Попробуй сладости. Я приготовил специальную пасту. Спасибо большое. Из-за праздника у меня гораздо лучше идет торговля. Одна бутылка в одни руки. Исключение только для героя, спасшего праздник. Вот, пара бутылочек для тебя. Возьми свою конфету короля Олафа. Восточноимперская компания задержала партию специй, принадлежащую мне. Мне нужен человек, который убедил бы их снять арест. Садись за добавкой. Покупайте местные дороги. Хорошо. Как только управишься с дельцем, возвращайся ко мне. Возьми свою конфету короля Олафа. Да, по тайному семейному рецепту. Единственное доброе дело, которое сделал мой отец Октав. Рецепт настолько хорош, что в Скайриме никто даже не пытается его воспроизвести. О, очень живо. Когда выпадет снег, даже самым крепким нордам нужно вино со специями, чтобы согревать кровь. Удачи тебе. Нынче жертвы. Жертвы лучше всех. Тебе обязательно стоит послушать. Возьми праздничный мясной пирог. А сок... Я же сказал, один бесплатно. Один. Вот твой. Давай, поджигай. А вот и он, собственный персон. Говорят, что именно благодаря тебе мы сейчас... Как хорошо, хоть немного отдохнуть от оборки. Это лучшая партия приятного вина на моей гране. Как хорошо, что тебе удалось в видеться. Как хорошо, что тебе удалось встать на шпразднование сожжение. Я поздравляю с тем, что тебе удалось вернуть нам правду. Добро пожаловать в Салетюд. Родину искусства. Поджигая чучело, Пусть песня сопровождает тебя в твоих странствиях. Он становится полноправным членом коллегии Барда. Приветствуем нашего нового Барда. Думаю, ты им понравишься. Да, поздравляю. Теперь ты становишься полноправным членом коллегии Барда. Зная о твоей любви к приключениям, некоторые профессора коллегии могут попросить тебя об услугах. Более того, Элиссев постановила, что сожжение короля Олафа становится еженедельным праздником. И, наконец, вопрос о пожертвовании, которое Элиссев хотела передать тебе через меня. Продолжение следует... Эй, ты, вокальные упражнения на сегодня сделаны? Конечно. Хорошо хоть немного отдохнуть, а практика. И еще... Йорн лучше всех. Ты обязательно стой. Послушайте, как он поет. Эй, поосторожней. Боги, неужто правда? На Вайтран напал дракон. Как нам, обычным людям, справиться с таким... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...